всем привет это финальный день beyond epic и сегодня мы узнаем развязку кто же победит в европе будет ли это team secret team liquid или может быть нигма которая уже ожидает противника в гранд-финале это состоится у нас чуть попозже а сейчас состоится пришел в рамках которого мы будем обсуждать события минувшие и грядущие и сегодня в студии у нас маил шторм и человек который судя по внешнему виду купил абсолютно все в этом мире ярослав кузнецов он же нс жиган лимон как мы вокруг окрестили сегодня в рамках подготовки к эфиру итак друзья у нас с вами повестка очень важная сегодня аналитиков я представил а теперь сразу же представляете вот прям сходу ничего еще не случилось и мы вот начинаем смотреть работы по косплею у нас прошли финал сразу финальные я сразу хочу сказать что как-то когда мы выберем естественно не ту работу кто-то скажет что это мой брат моя сестра там мой отчим или типа того я говорю что во всем вероват маил шторм потому что он и есть эксперт по косплею наш и он будет выбирать по факту я буду так типа говорит да да нет нет я предвидел эту ситуацию поэтому мы будем выбирать 4 работы среди которых лучше выберут зритель а да да абсолютно так у 14 работ с вами нам нужно выбрать 4 4 за кого можно будет голосовать подкрутил голосование но тут сложный выбор сейчас реально будет потно давайте тогда соберемся силами и начнем смотреть начнем смотреть что у нас там есть 14 работ поехали шамиль у нас ворвался в первый день это была единственная работа с которой он ловко просочился в финал но мы помним его помню а каванка спайта это раз это шаман да это шадо шамана но мы работу помним мы ее скипаем мы идем дальше что такое нигма это нигма да это нигма но видишь там даже он справа сверху типа подсказка но это первые дни были разогревочные работы на тот момент выглядели достойно и казалось что лучше ничего не будет а потом началось вот это давайте посмотрим что там началось следующую работу включите нам ага вот не ну когда началось вот это конечно да и лтв очень похож с этим чем-то но знаешь в турнир не выиграл афон 11 pro тоже можно выиграть тяжело на сказать потому что лица не видно а это у нас а я даже не помню кто это нас кентавр кентавр как по мне это котл или кот ну вообще котл да это котл да котл в натуре но работ работа была классная помню что мы ее оценили давайте посмотрим это всего три работы мы посмотрели там спака спака начинается жесть вот когда вот мы дойдем до пака вот это будет вот даже до пака вот это вот это кто а крип-крипочек а это крипоть о крип-крипочек лтвт что ли мне подсказывают что это пугна но здесь нужно догадаться потому что видите вар стоит ссори понял я просто помню что да значит не он это пугна ну тоже тоже годно прям видно по ворота так сказать кафтана но это значит такая работа на подумать немножечко давайте пойдем дальше ухты у нас и темп ларки были были как мы видим теперь но от косплея здесь только треугольник на лбу кстати говоря не ну и уши заострен а и уже здесь есть такое это наверное фаворит чата сейчас кстати говоря сейчас и всегда это кстати я помню этот чат нам помогал выбрать эту работу ну то есть мы там не не смогли определиться между двумя вариантами а это где вы бристалл бэка забырковали нет 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 я а нет там был пенов пейн снайпер хороший снайпер качественный ну вот мы приближаемся 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 к самому не ну вот снайперу ставлю лайк а как выбирать то я должен если я уже забыл все работа снайпер пугна ну ты запоминай вот снайпер пугна я держу в голове но мне на самом деле вот пугна пока у меня оперативки хватает на одну картинку вот я эту вижу за нее говорят короче последняя картинка которая будет за нее я точно голосую поставлю тебе флешку я помню давайте посмотрим вот вот начинается самое веселье божечки ну ладно это достойно моего уважения как раз очки чуть-чуть приспущу пак был и тогда хорош но это вот это пак это пак это лучший пак вот и я хотел чтобы такая аркана была в самой доте я бы на таком паке играл бы с удовольствием по крайней мере идем дальше огор мак а угр очень крутой очень сильная работа очень крутой игр по-моему он был в паком с паком в одной этой но угр огор пуг вот были хорошие деньки когда мы могли выбрать больше на листов под конец там вообще было да так ну хорошо огора мы помним что у нас дальше было вот фристал бы это тоже пак чамп да это жестко это максимально жестко не это это реально круто понимаете у него дома было кусок пеноблока алё ну или где он где-то его нашел это это впервые в жизни увидел что не только вот как бы костюмный человек максимально похож на я присылбэка не его противников надо понимать летят табуретки он вошел в образ он вошел жестко в него вышел ли он из него ножки от табуреток летят очевидно да это жестко ухты у нас клопа это клопа это они вот в один день были да но тут лайк определенно за хорошую пару комментаторов на ед я там бог ну ты тогда еще был молотый еще не купил рухам да еще не настолько уже ситуация изменилась да хорошо давайте следующую работу посмотрим что у нас а это тинкер это лично я промашнил его сюда там дерево было еще конкурент у него но вот дерево не повезло как и многим в тот день это я пришел а там реально штук шесть работ штук шесть было ну прям супер крутых ближе к концу видимо многие долго готовились долго готовили косплей возможно и бахнули сразу все под последние дни это была их ошибка потому что ну конкуренция невероятная выбрать было очень тяжело если как баланс держится справа три рулона слева один никто не знает этого ты в курсе что это кстати девушка если я ничего не путаю и понимаешь что у нее вот эта вот трубка ты можешь подумать что реально трубка а на самом деле это ложка с яйцом это ложка и там яйцо но издалека да это же гениально чисто вот чисто трубка это уже гениально да ну а издалека выглядит как трубка короче это офигенно но мне нравится что все вот ну не все но некоторые работы оставляют нам подсказки чтобы мы могли догадаться какой-то персонаж жесть конечно не на то что это тинкер это и так понятно а это кто андаинг а это андаинг ложечки но он же просто залез в грязь и построил том стон но вообще-то жестко он реально это тоже тот случай когда человек похож он даже как-то по фигуре стало как андаинг прям в доте вот если сейчас сравнить модель прям очень похож ему осталось еще нет я ладно дальше говорить ему накачаться и он тогда в ульте будет это последняя работа я так понимаю да нет еще это крип-крип-крипочек очень стильный кстати очень проработан крип-крипочек это правда крип-крипочек хорош да действительно ой все я все я не могу а я не знаю как из этого выбирать честно я четыре накидал у себя в голове ну давайте еще посмотрим есть же еще шейкер и вот это по-моему последний вчера между прочим у меня был бюджетный косплей на шейкера в инстаграме очень старый вы не видели нет надо было прислать бы сейчас на экран бы вывели надо для сравнения был бы круто чем у меня реально крепкий там и того надо перекрутить еще я я так bristol работ bristol бэк пак тинкер и андаинг вот мой топ-4 не у меня какой-то другой надо перекрутить ну давайте посмотрим еще разочек быстренько все работы я думаю что вот так вот раз я для себя в темпе посмотрим да 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 ну не гма хороша и котел тоже в общем все работы оказавшиеся в финале в этом выборке 14 конечно очень достойная но я согласен что некоторые конкретно работы прям вызывают неподдельные эмоции что ты прям смотришь и либо смеешься либо офигеваешь ну вот ну вот как это не может оказаться в голосовании а огр куда у тебя пропал огр пятый пятый да ну собственно наш даже четыре выбрать я просто не могу выкинуть никого из этой четверки вот андаинг тинкер бристалл пак ну пак точно тинкер точно бристалл точно может быть с андаинга я готов уступить но я бы остановился на этой четверке огар бристалл тинкер и крип-крипочек насколько вы по-разному по на пик или не бристалл у нас и тинкер и тинкер заходят а вот дальше у меня огар и крип-крипочек а у вовы андаинг и кто-то и пак и но выбираем одного из двух я выбираю пака в таком случае у себя из своих двоих ну прошу пока я не могу не если это так работает обра огра тогда я согласен да и того четыре работы у нас было выбрано до тинкер бристалл бэк правильно да тинкер бристалл бак пак и огар мак пак огар мак вот эти четыре работы мы выбрали они отправятся на зрительское голосование и уже зрители определят кто же получит главный приз конкурса косплей без переплат iphone 11 pro вот такой вот подарок будет от мегафона тем кто постарался ну я согласен с вами я лично сам зайду и проголосую за пака потому что для меня это лучшая работа этого конкурса не для меня тинкер лучшего 1 конкурса а я должен тогда сказать что для меня лучшие бристалл бэк и огар ну вообще бристалл бэк в общем а вот кем и тинкера взял и я взял и для меня вот это две лучшие работы, по факту. И Брисловак и Ченкер. Объективно, там было классно, много работ. Скажем так, я бы не выбрал все 14, но я бы штук 8 выбрал. Простите, все, кого не выбрали. Выбор очень тяжелый. Лига чемпионов. На самом деле, пятого не хватает, чтобы драфт был завершен. Бристол в сложную, Огр на саппорте, пак в мид, тинкер в легкую. Пак тройка, тинкер в мид. Пак тройка, тинкер в мид. Бристол Кэрри еще один нужен. Четверки не хватает. А четверка минер. А Кэрри Джиггернаут. Ну, вот так плавно, через ваши шуточки, мы и переходим к обсуждению того, что было на нашем турнире, тех событий, которые случились. И давайте мы, наверное, начнем с Китая. Китай ведь закончился сегодня. И расскажем нашим зрителям, которые пропустили, что же случилось там. Давайте посмотрим на сетку турнира. И я думаю, все удивимся. Все те, кто не видел этого турнира. Да, Ярослав, как тебе такая сетка турнира? Казалось бы, Вичи День. Ярослав удивлен. Казалось бы, LGD. И все отлетают от SAP. Поэтому никак не могу ничего сказать. А это... Ну, ни один из никнеймов тебе там ничего пока не скажет. Потому что все, что они выиграли на данный момент, это вот как раз-таки вот эти все онлайн-турниры. Ну, я слышал, что там есть какой-то чел с ником XM. А этого я знаю. Или он вообще не там. А вот она, мои арканы шейкеры. Ой, в смысле, ты мой костный шейкер. Ты просто взял что-то очень тяжелое в Икее, да? Нет, это не Икея. И это не тяжелое, это круглое. Ну, короче, это ж... Чел, я мог бы выиграть плюш у вас, если бы участвовал. Я уверен в этом. Ну, это понятно. Это байт на Инстаграм Ярослава. Все, все сейчас зашли, начали искать. Я ни одной фотки, которую уже год не заливал. Я думал удалить его вообще. В общем, в Китае... Хотя сейчас сфоткаюсь вот это. Я сейчас красивый сегодня? Да, нашу можешь сфоткать. Ну, потом. В Китае все случилось неоднозначно. Неожиданно. То есть, те фавориты, которых каждый видел на месте победителя, не смогли занять первое место. Ну, а в Европе у нас все еще не решено. Давайте посмотрим на сетку Европы. Посмотрим, что там у нас происходит. Реально, была СНГ плюс Европа, но я тебя не стал поправлять и первый раз, и второй раз. Потому что, действительно, у нас осталось только Европа. На финальный день СНГ вчера, к сожалению, в упорной борьбе покинули лодку, так сказать. Так СНГ, это же Европа. Покинули корабль. Географически. Ну, да. Ну, типа, что, видишь, написано сверху Европа и СНГ. Как бы, два региона. На самом деле, только Европа. Нижний можно зачеркнуть. Но при этом сегодня мы чисто европейский финальный день посмотрим. Я бы пару слов по Китаю. Конечно, тут нет адеквата Морталиса, который комментировали. Но там, конечно, очень интересно. Если у нас тут какие-то пуши, то там Террор Блейды, Сларки, и вообще творится совершенно другая дота. Саги красавцы. Саги, безусловно, молодцы. Это уже вторая лига не подряд, но тем не менее, на которой они побеждают. Причем они обыгрывают и LGD, и RNG, и Vici, всех по сетке. И там нет ни одного старого игрока. То есть все, если никнеймы посмотреть, это абсолютные такие вот открытия сезона. Вот то, чего не хватает нам, чтобы у нас прям пять молодых игроков пришли и начали бы разваливать. А Викинг Джи? Они же не выиграли Сикрет. Они не разваливают, извини, там первое место. А здесь-то какое они там заняли? Пятое-шестое вчера, по-моему? Да. Да, пятое-шестое место. То есть они молодцы, конечно, были, но эти укатали Vici Gaming и LGD, и это уже совсем другое дело. А по поводу вчерашнего дня, ну, вчера состоялся финал Интернешнл. Судя по тому, как мне сказали по отзывам на комментирование последнего матча Сикрет-Викинг, я очень сильно болел за Викингов. Реально было приятно за ними смотреть. Но, к сожалению, они проиграли. К сожалению, байбека нет. Байбека не было. Байбека нет. Байбека нет. Ну, это, конечно, был, наверное, не самый интересный матч. Все интересное было дальше. Вот Ярослав, собственно, комментировал. Это все, да. Самое интересное, это он говорит. Это киквэ-смайлики. Это финальная драка уже с рапирой. Все, то, что я видел дальше, это недостойное слово «интересное». Знаешь, я вот вчера посмотрел, я так скажу, первая игра, вот если говорить конкретно про ЛТВ, первая игра, ну, тут не поспоришь, о ЛТВ сделал пару вот таких вот, я бы сказал, ненужных мувов странных, которые ему полностью заруинили линию, а дальше впоследствии с такими пиками игру. В частности, то, как он отдавал вард, это там, ну, все способы отдать хилен вард. Особенно был эпичный момент, когда он выходит на линию, отдает вард, получает два сифона, остается без хп, и в конце, когда его уже никто не бьет, он нажимает крутилку и закручивается куда-то в лес и делает тп на базу. Но это была первая игра. А во второй игре, я так скажу, вот это, кстати говоря, вторая игра, судя по драфту, да. Короче, момент снизу. Кунка сажает себя на крест, летит на базу, пополняет хп, возвращается у него ни тп, ни креста, и его начинают бить вивер с энчантрос. Причем он максимально не ожидает, ему дают замедло, там, паучков. Вивер его бьет и догоняет до тердва вышки. У вивера остается на одну тычку, он вынужден ультовать, и он все равно не пробивает кунку. И вот здесь вопрос, какие вообще к ЛТВ могут быть претензии, если он, в принципе, всадив весь свой урон, не убивает вражеского флейнера. Ну, я не знаю, конечно, я там свечку не держал, но обычно, обычно в мире, который я знаю, Кэрри говорит герою, которому ему пикнуть надо в этой игре, чтобы он победил все, что он будет побеждать. Ну вот если так, то да, но вивер там вообще ничего, абсолютно. Капитан говорит, ну, драфтер, типа, ну, какие герои видишь, Кэрри называет, драфтер пикает одного из на выбор. Ну, но никогда не бывает такое, но только если он бы ушел, уходит каждый раз на драфт полностью. Говорит, ладно, парни, я ушел, сейчас приду. Там еще один момент был, которого они, скорее всего, ну, не ожидали, это, на мой взгляд, уже командная ошибка. Вивер ожидал, что он будет стоять против Бэтрайдера, а в итоге Бэтрайдер встал против Лешрака, а Кунка стал против Вивера. И Лешраку досталось на миде от Бэтрайдера в итоге. Нет, ладно, я говорю, а как можно объяснить то, что за две игры человек нанес ноль урона по вышке? Ноль. То есть он ни разу не подошел ни к одной вышке. Да, это, кстати, действительно, он не подошел. Если что, я думаю, что на высоком уровне игры это что-то из разряда, ну, невероятной ситуации. То есть, вот, я думаю, что таких моментов, это прям очень редко. Это вот, возможно, таких игр их почти никогда не игралось. Это как в футбольном матче отыграть и ни разу до мяча не дотронуться. Ну, учитывая ноль фрагов в игре, да, это уже практически действительно близко к тому. То есть ты просто присутствовал все время. Ну, ты ходил, бегал, что-то там смотрел. Ну, в принципе, да, катался. Ну, в общем-то, опять же, мне кажется, что очень сильно им Минер такую игру как бы засетапил, что ли. Потому что Минер нанес больше всех урона по героям, что в первой игре, что во второй игре. В первой он вообще сделал фрагов больше, чем вся остальная команда. Но при этом они всегда из-за него были в какой-то ситуации. Ну, сейчас, сейчас, я тут подминирую, вы пока лес пофармите. Фармит лес, фармит лес, где-то кого-то цепляет. Минер такой, так, так, сейчас я подминирую. Бах, кого-то взорвал. Ну, взорвал и взорвал. И пошел минировать в другое место. То есть вот как-то в целом не было выходов каких-то командных, что ли. Был один момент, я все ждал в первой игре. Думаю, ну, повтор смотрел. Думаю, сейчас вот Бейн по-любому пойдет куда-нибудь там, ну, поможет Джаггеру фраг сделать. И, короче, этот момент Бейн дает ультимейт и проходит где-то одна десятая секунды и ему Сайланс Банша кидает. И все. И там ставится вар тут же хилинг, который Банша тут же сбивает. Ну, короче, было жестко. Это не наши проблемы. Ну, не наши проблемы придумывать то, как должна команда играть с минером, если она берет ее, понимаешь? И ты должен пытаться придумать. Вот честно скажу, я в доте 15 лет играю, я не знаю, как, что надо сделать в игре, если у тебя минер и ничья одновременно. Я не имею понятия ни малейшего. Но это же не я взял. Это они и пикнули. Ну, покажите. Ну, типа, покажите, поясните, объясните. Ну, как бы, объяснений нет. Ни игровых, ни постигровых, никаких. Комментарии же не даются у нас. В комьюнити не принято. Это как у нас, наша команда, это как сборная России, вот эта знаменитая, с Аршавиным, как бы, это все ожидания вашей проблемы, мы ничего никого объяснять не должны и так далее. Ну, никогда же никто ничего тебе никогда не рассказывает. Ты, ну, как бы, потому... Ну, а потом ты слышишь, что ты... Ну, ты попробуй выйди и объясни, Ярослав, там же будет, ну, определенно еще одна волна хейта, если ты просто попробуешь по-человечески. Если ты всегда общаешься, всегда не так, что ты чувствуешь, что время пришло, потому что уже просто из... отовсюду ушатые, с по-моему, на тебя льются, и ты такой выходишь на белом коне. В таком случае люди могут и негативно отнестись. Нужно всегда вести диалог. Ты проиграл игру, вы дали комментарии. Мне кажется, это супер логично, потому что твой фанат, он хотел бы услышать просто какие-то... Пускай дефолтную, даже фигню, но неважно. А желательно, конечно, и не дефолтную, ну, хотя бы отчасти честную иногда слышать. Но ведь никто же ничего не говорит и никогда не рассказывает, поэтому я могу делать только свои предположения. Люди просто хреново знают сами, что они напикали и как этим играть. Ну и все, ты смотришь на это, так и говоришь. Еще один последний момент, который я хотел сказать. Просто сравнив потом все это с четверкой оппонентов, с четверкой Fly to Moon, Клокверк в первой игре, промазав половину хукшотов, все равно так много сделал. И Рубик, как во второй игре, если не ошибаюсь, он там был тройкой, все-таки Клокверк. Алох, по-моему, играл на Клокверке. Алоха играл на Клокверке. А Баньша играл на тройке. А, точно. Собственно, а во второй игре Алох играл на Рубике, и он там просто, ну, тоже гораздо был полезнее. Вот именно почувствовав, насколько полезна была одна четверка. Но это ладно, оставим этот матч уже, много о нем сказано. Следующий матч был у нас... Сикрет ФТМ. Сикрет ФТМ. Смотрел я эту игру тоже. Ну, там просто, как бы, сорвались цепи Сикрет. И, ну, они просто душили. Прямо вот сколько там длилась игра, они вроде бы не супербыстрые были. То есть, ФТМ боролись. Ну, и просто душка, ну, стоп, там, каждый раз. Вот медведь увидел, что ты подошел к нему слишком близко, все, ты мертв уже. Медведь тебя не отпускает. В этот момент душат. Тебе никто не поможет, потому что в этот момент душат на другой части карты. Какие-то визажи были. Ну, в общем, Сикрет очень здорово вчера. Пугна, визаж. Вот я видел. Медведь. Собственно, они просто с нулевой начинали давить и давили, давили, давили. Флайт Умун проиграли. Ну, я бы сказал, что вот прямо на классе таком. То есть, Флайт Умун хороший, ну, типа, хороший уровень игры, но Сикрет прям показали супердушку. Ну, да. Ну, там, помимо этого, еще и грамотная подготовка. Фактически, Сикрет овердрафнули довольно серьезно в обоих играх. Например, если в конечном итоге ситуация такова, что ты берешь на ласт пик на что-то типа ОД, чтобы законтрить морфа, ты сам взял ОД, а Лондруиды пикали еще где-то вообще на первый пик. И в итоге эти два героя встретились в миде. Ну, это очень плохая история. Потому что, вообще-то говоря, Лондруид — это и есть контра ОД. Но он его и убил. Всегда был. Ну, и, наверное, всегда будет, если что-то глобальное не поменяется. То есть, в свое время, когда ОД был ферст пик, были времена, или там очень близко к первым пикам, брали иногда Лондруида, которым никто не играл, просто чтобы поконтрить ОД на лайне, ну и по игре. А тут, как бы, ситуация такая, что ты сам себя ставишь в такие ситуации, потому что героя лучше ты не нашел, потому что там морф, а его нечем убивать. Ну, и вот это было во второй игре. А в первой, я не помню, что было, но там тоже какой-то полу-овердрафт произошел. И в той, в той игре Пупей передумал. Ну, помимо того, что они реально переиграли, именно передушили, это правда. То есть, вторая игра представляла из себя один перманентный замес, минуты с десятой и до последней минуты. Вот вообще, пофиг, Секрет нигде не останавливались. Они всегда дрались. Всегда, абсолютно. Ну, и при этом из каждой драки практически выходили победителем. Было пару моментов, где ФТМ кое-как, кое-как отковырялись, но как бы Секрет спустя 30 секунд опять уже вернулись и продолжили. Разогнались, разогнались. Я думаю, что вероятность увидеть Секрет нигмы финал очень высока, и вероятность того, что Секрет в нем выиграют тоже не маленькая. Ну, Ликвид достаточно стабильный сейчас. Сейчас драфты хорошие, продуманные, играют на верочку, и я думаю, что все-таки может быть и Ликвид. Ликвид уже играли Секрет, правильно? И выиграли их. И они их-то в лузера и отправили. И там, объективно, Секрет были не в лучшей форме вот в тот день. Ну, как бы, может быть, они и сегодня, например, будут не в лучшей форме. Мы вчера как-то вот проснулись, Зай пошел, выпил, значит, апельсиновый фреш, съел яйцо пашот, вот, и, соответственно, победа. А сегодня проснулся... Завидовать даже начал, Зай. Кто такой пашот? Яйцо пашот. А сегодня проснулся, выпил балтику девятку, закусил сухариками какими-нибудь трикорочками. Настроение уже хорошее, конечно. Он проснулся в 2007-м. Ну, например, да. Вот. А в 2007-м он еще и играть не умел в доту, потому что не знал про нее. Вот такая вот ситуация. Вот она ловушка времени получилась. Ловушка Джонкера, да, случилась. Не, ну да, я согласен. Секрет там сами заливали. Очень много. Перекачка Матумба против Секера. Ван Лав. Ну, я посмотрел твит недавно у Смайла. Он написал, что Пупей после поражения Ликвидом что-то там тестил. в закрытом лобби до 10 утра, что вот так вот человек работает, чтобы побеждать этот турнир. Могу предположить, как-то раз, пару раз у меня так было, что Пупей зашел в лобби, что-то потестил, и не вышел из него, и уснул. Нет, там Смайл уверяет, что герои менялись. А Серега сидит, ух, кто Пупей работает. Ну, может, и менялись. А какой работяга Смайл? Пока Пупей 10 часов тестирует что-то, Смайл следит за тем, как он тестирует 10 часов, и то, что герои менялись. Вот это настоящий аналитик. Я как-то раз, микроистория, как-то раз на квалификациях к четвертому Интернешнлу. У нас все было плохо. Мы были в Virtus.pro, у которых все плохо. Ну, Жотом, Капитан, Иридан на Кэрре, Я в команде. Не может быть ничего хорошего. Вот. И мы дошли до матча за выход уже на Интернешнл, да, Майсер Рокскиз. А мы за год ни разу Рокскиз не выиграли. Да, я помню. Ни разу Рокскиз мы не выиграли нигде. Вот это была шутка просто. Максимум одну карту мы брали у них в БО-3. Максимум. За весь год. И вот нам с ними играть. Ну, как бы, казалось бы, как выиграть, вообще непонятно. И я сидел за день до этого до шести утра пил пивас и ел сухарики три корточки. Вот, да. И думал, а как бы выиграть? И придумал целую стратегию от А до Я каждого героя и каждое действие с убийством Рошана до Крипов, с обманочкой, с вот этими вот всеми. Любил я что-нибудь такое придумать и сработало, и мы выиграли. Вот так и попей. Так и попей. То есть, сухарики, да? Это путь к победе. Ну, там скорее пивас. В моей ситуации. Попей, не знаю. Попей, мне кажется, уже давно более взрослый мужчина. Там виски, вино, сигары. И потестить в закрытом лобби до 10 утра. Вот это романтика. Ну, главное, главное тут быть точным в тестовом лобби. Потому что, как генерал докопался до Смайла в Твиттере, закрытое лобби сказал он, это вообще-то, знаешь ли, тренировка. На что Смайл говорит, вообще-то я думал, что ты сразу поймешь, что я лишь оговорился. Генерал написал извини, поставил смайлики грустные. Ну, я бы с Серегой бы тоже не связывался. У него хоть нога сейчас и не в порядке, но он потом... Рано или поздно она заживет. Она заживет, и он может... И это доктор Хаус, и это потом наваляет. Он-то может и дойти. А твоя нога в порядке пока что. Именно так. Ладно. Классная история. А еще, кстати, Сикрета написали твит, в котором они сидят на ракете White Moon, летят на Луну, где написаны Liquid. А где нигмы нарисованы, по-моему. Короче, кто-то из них. Ну, твиттер-гай у Сикрета очень сильный, конечно. Это, возможно, сам Пупей. Возможно, он сидел, делал этот мем до 10 утра. Возможно. Заканчиваем ненадолго с Клстори, и переходим к нашим угадайкам, которые в сегодняшнем эфире тоже есть. Все дело в том, что у нас сегодня некое подведение итогов, потому что это последнее пришел нашего турнира, и мы хотели там что-то повспоминать. Следующая рубрика называется «На месте все статсмены». Вот. И мы сейчас будем вспоминать, ну, наверное, самую актуальную статистику этого турнира. Собственно, давайте посмотрим на графику, что у нас там есть. Есть пять задачек для вас, которые я попрошу вас разгадать. Вам нужно будет угадывать. Все статсмены на месте. Ну, по лору должно быть. Все на месте спортсмены. Все. А, все на месте спортсмены. Все на месте спортсмены. Ну, то есть на месте не... Не на месте все, а все на месте. Вот, я понял. Рубрика еще не началась. Ну, ладно, давайте попробуем решить первую задачу. Мем переврали. Я понял. Просто скажу, что делать. Первую задачечку давайте выведем и посмотрим, что там происходит. Собственно, я думал, что будет выводиться сначала портрет, да, а потом будет выводиться графика. Ну, если ты хотел узнать, сколько раз Лекан появлялся на турнире, ты считаешь, что от 14 до 17, 16. Может, ты игра, как знаешь, типа, вот верю-не верю, типа, Лекан, мы должны, типа, понять, это правда или ложь. Может быть, надо соединить все, да, как-то. Сейчас будет разная стата и надо соединить. Короче, у тебя нет правила собственного конкурса? Да ну нет. Был вопрос. Сколько раз появлялся Лекан? Появился он 16 раз на турнире. Это факт. Давайте тогда хотя бы поговорим об этом. Это круто. Нет, давай следующую. А давай ты тогда будешь нам как-то, типа, говорить, что там будет, а мы будем угадывать. И это каждая картинка так выглядит, да? Они не разделены. Смотрите, да, я сейчас просто вам скажу, про что второе. Да все же! Остановитесь! Режиссер! Тебе что, смайла вызвать? Давайте так, да? Ну, вот сколько раз по-вашему Луну и Вингов взяли в одном драфте? 11. Ну, как вам кажется? Кстати, я думал, побольше. Вот я бы сказал, побольше. А Луну 11, а Вингу 10. Слушай, а это за весь ивент, да? По всем регионам, я имею в виду. За весь ивент, Я думаю, на Beyond Epic EU SNG. Совершенно верно. Выборка именно по европейскому турнику. Подожди, не выводите третью, не надо выводить третью картинку. Да, есть еще такой предмет, называется Никрономикон. Вот. И как вы думаете, сколько раз за турнир он был собран? 16 как минимум. Нет, а ты можешь за турнир в EU SNG? Да. Ну да, от 50, я думаю. В смысле, не, не, не. Ты можешь мне, ты можешь, ну типа так невозможно, так очень сложно угадать, надо какой-то, ну вариант ответа или знаешь, хотя бы какой-то диапазон, что ли, озвучить. Ну как я должен угадать, ну реально это невозможно. Это, ну я бы сказал, ну 40. конечно называйте диапазон. Я думаю, это больше 100. Ты называй диапазон. Я должен называть диапазон. Теперь режиссер потом раз и выйдет. Ну ладно, смотри, больше 40. Больше 40. Больше 40, твое предположение. Да, больше 40. Нужно быть просто ближе, чем оппонент. Твой оппонент по Европе, но там добавили Китай. Блин, ну я же не знаю. А значит, что там, Ярик, можешь поменять сейчас свое мнение. Больше 50. Ты вообще мету видел? Там на каждом герое собирают, куда бы он ни шел. Я и сказал, больше 50. Больше 50? Да. За весь турнир, включай Китай. 144. Ну больше 50, я же сказал. Это входит в... 144 Некрача. Ну давайте посмотрим, сколько было собрано таковых. 122, включая квалы. Больше 50. Да еще я включаю квалы. Да вы что? Алло, я не понял. Еще я обманка была в том, что это четвертый. Куда я попал-то вообще? Почему? Почему всегда были классные угадайка, а я пришел на какую-то отвратительную, где тебя разводят, непонятно, что за вопрос, где в вопросе ответ, где два вопроса уже вообще провалился, где непонятно, то ли Европа, то ли Китай. Отменяй! Отмена! Обнуление! Когда ты тратил очки просто на сегодняшний день, ты все вложил во внешний вид и не оставил на удачу поинта. Я не оставил на удовольствие. На удовольствие тоже не оставил. Ни на что не оставил. Что это такое? Надо грамотнее распределять. Ладно, давай еще что-нибудь. Это последнее будет. Нет, ну там еще два. Почему последнее? Давай еще два. Сколько рапирок было собрано? Ой, ну вот это классно. Больше десяти. Включая квалификации. А теперь это все включая квалификации. Да, да. То есть до этого не было, а теперь да. Семь. Больше десяти. Семь и больше десяти. Давайте посмотрим, сколько их собрано было. Больше десяти. Двадцать два раза среднее время покупки. Сорок девять минут тридцать три секунды. Жесть. Вот такая вот выборка, представляете себе? А теперь сколько третьих некрочей, да? Нет, ну просто некрономикон. Естественно, что там третьих, наверное, было поменьше. Очевидно, что их было поменьше. Но чтобы чисто пофармить, вот собрали сто двадцать два раза. просто долбануться. Так, ну у нас есть еще и третья задачка. Где она здесь у меня? Конечно, не хочется сразу увидеть ответ, но хотелось бы вспомнить и вопрос. Я закрыл глаза. Все, давай, давай. Йо. Сейчас, здесь, видите, вопрос прописан. Пикнули всего шесть раз виспа. Он появился в пиках только двух команд. Да, да. А, тут... Каких? команд. Пикнули все шесть разом, появился, ну, очевидно, ОДЖИ и... Нигма. Нигма. Нигма, да. А у Нигма был, да, Весвечер? Да. А ОДЖИ и Нигма. А то, но ответа не будет, кстати, потому что ответ прописан там, где... Видишь? Да как вы это делаете? Ты понял? Ответ есть. Мы эволюционировали, Да почему? А есть еще конкурсы на сегодня? Гениальный. Кто сделал вот этот вот конкурс и не под... Ладно, я не хочу даже описывать все свои мысли о том, как сделано это. Это максимально хреново. Да подожди, подожди. Главное, что итог подведен турнир. Всегда будет еще хуже, да, я понимаю. Это самая важная статистика касаемо мет. Ну, пожалуй, исключая рапиры, потому что рапиры это такая вещь опциональная, вещь, которая не часто покупается в игре, а когда тебе дэмэджа не хватает и ты хочешь очень сильно эту игру выиграть, возможно перевернуть. Но, в любом случае, Ликан, Венгалуна, вот эти вот все нарывы, боли, меты, мы с вами отследили и показали. Ну, вообще, Венгалуна всего 16 раз было пикнуто, а рапиры 22 собраны, а Некарномикон 122 куплено, поэтому, похоже, что Венгалуна все-таки не настолько нарыв, знаешь ли. Вот Некарномикон, да. Возможно, Венга нарыв, а Венгалуна это... Венга это отстой. Кстати, я бы посмотрел бы статистику Венги. Я сейчас... Можно просто заскринить вот этот вот кадр и просто написать Венга это отстой? У тебя есть? Мем. У тебя есть? Что именно есть? Доступ к ДТБАФу, к интернету. Можешь выйти в мировую паутину? А, ладно, ты долго будешь делать, я сам. Давай сейчас мы уже с вами пройдем следующую рубрику по названию Красная книга. О, вот она мне нравится. Это те персонажи, которые, ну, знаете, вообще как бы не появлялись на турнире, а вот так вот разочек зашли, показались. Мы есть еще. А есть вообще, или в этом есть вопрос, герои, которых ни разу не было? Там герои, которые разочек, но появились. Итак, Красная книга нашего турнира. Давайте посмотрим на этих героев. Будем угадывать по герою команду, которая его взяла. Ну, вперед. Ну, вперед, поехали. Там первые будут абсолютно разминочные. Flight of Moon. Кто это? Flight of Moon. Да, все верно. Собственно, это вчера было. Ну, зачем далеко ходить? Нужно же размяться. Нужно же понять механику того, как это будет происходить. Давайте пойдем дальше. Всего таких персонажей десять. Та-та-та-та. Ух ты, Night Stalker. Сталкер, Сталкер, Сталкер. Кто мог взять эту помойку? Я думаю, Unigmum могли взять эту помойку. А это тоже все регионы? Ну, ладно, в Китае я вообще не этот. Я посматривал с утра. Это по всем регионам? Да. Тогда не имею понятия. Ну, кто-то в Китае. Саг. А пусть будет Саг. Ну, давайте посмотрим, кто это был на самом деле. Вичи Гейминг. Было близко. Мы хотя бы угадали регионы. Они играли в Китае. Слушай, а у Венгии, кстати, большой винрейт. Но не самый большой. Давайте дальше следующего персонажа посмотрим. Не такой уж отстойный. Ну, 58%. Про него тоже не забыли. Свен существует? Свен! Мне кажется, я видел в Европе. А я не видел в Европе. Подожди. Ну, кто-то наверняка взял. Саг. Когда-нибудь и росло, так попали. LGD. Хорошо, правильный ответ. Empire. Я говорил, видел в Европе. А я не видел. Я отказываюсь. Хорошо. Один из трех пока. Так будет один из трех дальше, потому что... Ну, где-то будет саг. дальше будет один из четырех. А, да. А как это здесь? Видел, где-то в Европе. Да, 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 это было. Кто-то пикал. Кто-то пикал, кто-то играл. Ну, на кого это в Европе? Ну, Нигма, короче. Нигма? Да. Нет, это эти, викинги. Викинг Джи-Джи. Да. Быстро, Ярослав, перебылся. Да я не помню, я помню, что-то играл. кто? Да какие викинги? Блин, или Ниппы. Кто у викингов там играть должен на нем? Да Бум какой-нибудь. Да какой Бум? Сыграет. Нет, Шат тоже не играет, и Тоби не играет. Хотя Бум, может, конечно, не играет, но я что-то такого не помню. Короче. Вы на ком останавливаетесь, по итогу? Я на викингах. Ну, это точно не прав. Нигма. Нигма? Ну, давайте посмотрим правильно ответ. Ликвид. Ниппы, Ниппы. О, этот играл, Суприм. Ну да, я думаю, какие-то вот Ниппы, я их просто ненавижу, поэтому я не помню ничего про них. Идем дальше. Один из четырех пока. Ну, неплохая статистика. Снайпер. Виртус Про. Не, не было такого Виртус Про. Саг. Теперь моя. Ну, может, здесь прокнет. Давайте посмотрим правильный ответ. Виртус Про. Виртус Про. Снайпером только Виртус Про играют. А я не помню, где они играют. Я аналитик. Два СПТ. Браво, браво. Идем дальше. Хоть убей. Джиггер. Виртус Про. Ну да, это... Ну да, расположение этого вопроса, конечно... Вместо Джаггера должна быть вард иконочка такая. Не, так это наоборот, это развод. То есть, ты такой думаешь, что не можешь быть два раза Виртус Про подряд. Ну да. Грамотно, грамотно. И посмотрим в третий раз Лич. Это... Погоди, ну Санейка, мне кажется, играл на Личе. Нет? Нет. Сак. Погоди, ну Лич. Неужели Лича никто не пикал? Это супергерой. Не помню. Лич. Либо Флай Ту Мун, либо Сак. У меня других вариантов нет. Ну, этот чел... Санейка? Этот чел, я имею в виду, Флай мог играть на Личе, конечно. Ну да, да, вот именно... Но он больше любит других героев. Джакира, Undying, Феникс, Шменикс, LGD, гейминг. LGD гейминг, хорошо принято. Ты на Саге остановился по итогу, да? Давайте посмотрим. Ты просто пытаешься попасть в Саг. Виртус Про. Ах, разводил я! Красиво. Ой, какой байт классный получился. Хорошо, ладно, идем дальше. Да, Лешка мог играть, конечно. это просто. Flight of Moon! Ну да. Flight of Moon, хорошо. Ну, это так... Ну, так и есть. Вчера, мигеры просто все. Очки, зарабатываем очки. Это уже, по-моему, седьмая, Какая разница? Или восьмая? У вас 4 из 8, неплохо, кстати. Идем дальше. OG. SkyMAC. Я не помню. Я помню, что... Это отличный герой. Но кто его мог взять? OG. Включай, Китай. Блин. Саг! Ну, может быть, здесь хотя бы. Ну, это вообще невозможно. Ну, я хотя бы предположил, что OG, это в их стиле просто. Это такой шляпок. Ну, ничего тут не сделать. Братрум. А, это Сикрет? На бычке этот играл. Бегал Зай. OG. Да в смысле, это же... OG. Да Сикрет бегал Зай на бычке. OG. Ярослав планирует продавить. Да я это не... Невозможно. OG. Я это точно помню. То есть, это даже я не угадываю. Я точно помню, что Зай бегал на бычке с Аганимом. OG, OG. Ну, давайте посмотрим. Ладно, я просто... не могу слышать вашу мощнейшую аргументацию. OG, 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 OG. Ну, Медвал бегал где-то на бычке, я тоже помню. Кстати, мне кажется, на этом турнире. Нет. Если я докажу свою правоту, вам конец. Я пойду в суд. Да бегал Медвал, алло. В суд. Это были все работы, но половинку вы угадали. В любом случае, мы показали, что помимо Меты еще существуют персонажи, которых иногда опционально можно пикнуть, сыграть. И даже победить. С бычком, например. Шок. Ни разу не было сага, мы даже не знали, чем они играют. Но я тебе знаешь, что расскажу? Я тебе расскажу интереснейшую новость. Давай. Играл в себе формат Best of 3 почему-то в финале в Китае, да? Да. А должен быть Best of 5. И что, они будут переигрывать? И организаторы благодаря согласию САК исправят эту ситуацию. Завершающая часть матча финального, в котором встречались Вичи Геймика и SAG, стартует в 17.00 по Москве на канале twitch.tv слэш адекват. Вот на этом канале можно будет досмотреть эту серию. То есть Вичи еще могут выиграть, взять три карты подряд и стать победителем. Такое иногда случается. Я был свидетелем и участником ситуации, где берутся три карты подряд. Это был не я. Вот. Поэтому есть вероятность. Это не шутка? Это не шутка. У меня даже есть бумажка. Доказательства? Это написано. Там печать стоит? В общем, да, действительно, у нас будет переигран, ну, вернее, как сказать, доигран, правильно будет сказать, Китай. И все продолжение мы сможем увидеть на канале адеквата. Заходите туда, если вам интересно, как Вичи планируют отыграться. Мне уже интересно. Но это может быть очень быстро, если Вич проиграют единственную карту, которая отделяет SAG от победы именно в серии Best of Five. Но вот такая история. SAG еще, знаете что, согласились, говорят, да, мы сыграем еще карту. Смело, бодро бросают вызов Вича. Не, 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 они молодцы. Не, ну, окей. Больше доты, отлично. У нас есть пять минут с вами. И у нас есть с вами сегодняшний день. Начинаем мы его с Liquid против Secret. Там ждет Nigma в гранд-финале уже. Какой вы день хотели бы сегодня увидеть? Я не спрашиваю вас, кто победит, но чего вы ждете от сегодняшнего дня? Можно чуть развернуто, благо время позволяет. Майл. Ну, наверное, Secret сделали выводы. В общем-то, они сыграли очень плохо, на самом деле, против Liquid свой матч. И показали нам вчера доту гораздо лучше. И даже не только против Fly to Moon, но и против викингов они очень хорошую игру показали. Викинги там сопротивлялись. Но есть определенные, конечно, опасения. Например, как вот чувствуется фактор такой, какой-то усталости. Такое ощущение, сейчас те, кто много играет в доту, особенно на одних и тех же персонажах, меня поймут. Вот ты играешь на одном и том же персонаже, у тебя плюс-минус одни и те же сборки. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе в тысячный раз нужно опять купить те же предметы, сделать то же самое. Но ты думаешь, ну может что-то новое сделать, что-то по-другому. И вот в этом вчера был, мне кажется, весь Матумба со своим Сларком, который там куда-то лез непонятно. Ну, уже нет сил играть вот в такую доту. Поэтому вот как раз с Flight to Moon пошло хорошо, потому что всегда весело играть в доту, в которой ты постоянно дерешься, в которой не нужно там ну 20 минут ждем Рошана там. 7 минут ждем Рошана. Но это очень долго просто, это очень утомительно. Ты понимаешь, 7 минут, тебе нельзя подставляться, тебе нужно фармить. Secret немножко уставшие, но опять же финальный рывок. Они понимают, что сегодня вот отыграть, стать еще раз чемпионами и теперь отдыхать. Поэтому я верю в то, что Secret сегодня сильно сыграют с Liquid'ами, возможно, даже в 2-0. Что касается Nigma, Nigma это всегда максимально коварный соперник, неудобный этот Miracle со своим антимагом, с какими-то драфтами. Но все же я верю в то, что Secret сильнее и тех, и других, и они сегодня победят два матча. И финал для них будет насколько? Простой или непростой? Непростой, определенно. Даже если это будет 3-0, попотеть придется, ну хотя бы на стадии драфта придется так вот посидеть и вот подумать, что взять против этого. Если человек в твоей команде драфтит вот так вот, мне кажется, что у вас проблемы небольшие. Это похоже на панику. Нет, это типа полная концентрация. Ярослав, расскажи свои ожидания от сегодняшнего дня. Ты как хочешь услышать мои ожидания? В каком ключе? В анекдоте. В формате анекдота. Оу. Приходит Ярослав Фрухав. В формате анекдота. И говорит. Нет, смотри. У меня сегодня в 19.00 стрим по Лос-Тарку. До этого момента надо домой вернуться. Поэтому ожидаю 2-0 в первом матче. Я его комментирую. И мне вообще не надо 3 карты. Соответственно, Secret легко 2-0 выигрывает. Далее Secret играет с Нигмой. Ну, тут я хрен знает. Я эти команды вообще понять не могу. Там такое делается. Там next level Dota. Мы вот тут все. Вот смотри. Я всего лишь чел, который играет в Dota. И у меня 7000 рейтинга. Сейчас никто, кстати, не поверит. Ну, я и обманул. У меня не 7000, а 6800, по-моему. Ну, почти 7000. Вот. Я что, думаешь, разбираюсь в игре, что ли? Да ни хрена. У меня есть какие-то понятия свои личные, там, непонятные. Но мне до этих Secret с Нигмой, что они там делают, что они пикают, это никто не понимает. Если бы понимали, то у нас и в СНГ никто не понимает. Играть-то умеют, никто не понимает. Иначе тоже бы там играли в финалах. Никто не играет. Вон топ-6 наш предел нынче. Поэтому что они там делают, я никогда поедать не могу. Я сижу, восхищаюсь, кайфую. Но предсказывать там, наперед смотреть. Ну, еще там драфты поглядишь, когда в каждой конкретной карте, ну, можно что-то предположить. Но заранее я даже не берусь. А я тебя и не прошу выделять победителя. Я спрашиваю про твои ожидания. Ну, ожидаю, что именно гранд-финал, вот Secret, Liquid, мне кажется, будет 2-0, и Secret легко выиграют. А вот гранд-финал, я думаю, будет очень жесткий. Я думаю, будет 3-1, 3-2, прям крепкая рубка. То есть самая жесткая рубка, 3-2, на втором мониторе, Ярослава, потому что на первом будет Lost Ark. Нет, на втором у меня мой стрим открыт. Я не буду смотреть этот финал, нафиг он мне нужен. Потом реплейчики глянем с пацанами, со стримчиком. Может, как раз сразу после Lost Ark. Ну, я думаю, что все-таки зрители нашего канала досмотрятся сегодняшний день, потому что интересно, кто сегодня станет чемпионом. Три мощнейшие команды сегодня будут биться. Ну, а нам остается в этом пришел показать, кто же у нас победил в конкурсе косплея, ведь зрительское голосование подошло к концу. А, ну уже. Смотрим на это голосование и побеждает с очень солидным отрывом, с очень солидным отрывом Тинкер. Ты доволен? Да, да, безусловно. Я считаю, что Тинкер это была лучшая работа. Просто если присмотреться к ней, то видно, что вся работа выполнена, ну, действительно, из подручного всякого хлама, рулоны туалетной бумаги, хотя это не туалетная бумага, это бумажные салфетки, какие-то планки, ложки, яйцо, какое-то... Вот там, где, например, Тинкер держит как бы такие пульты управления своими всеми тем штукой в правой левой руке, в правой руке у нее, значит, пачка фломастеров, а в левой какой-то этот, какой-то деклофос. Ну, то есть, просто куча хлама, но при этом это просто Тинкер, он выглядит идеально. Ну, чтобы вы понимали, Беата, как победитель в турнире, получает iPhone 11 Pro от Мегафона за то, что она постаралась и собрала из подручных вещей вот такой вот костюм. И зрители только лишь подтвердили, что это мощнейшая работа, мы ее поздравляем и желаем почаще выигрывать в подобных конкурсах. Она не одну работу прислала, но это была самая качественная и самая, не знаю, вдохновляющая. Ну что же, мы с ребятами обсудили, что же будет происходить, давайте, наконец-то, начнем это смотреть. Переходим в аналитику и начинаем игровой день.